так друзья всем привет меня видно слышно что тут со мной происходит здрасте 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 у нас сегодня опять прямой эфир вот я жду своих гостей а пока поздравляю всех танечек танюш татьян статья иным днем всех студентов бывших будущих настоящих поздравляю днем студентов вот отличный праздник даже день студенты люблю наверное больше чем свой день рождения вот потому что он как-то так в январе вот один день рождения у меня всегда начинался учебный год и суета и беготня и как-то это было не не очень всегда празднично то есть день студентов все-таки это круто вот поэтому я поздравляю всех присоединяющихся татьян всех студентов всех 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 причастных к этим замечательным дням с праздником и жду в эфире лену соболь и танечку гусеву которая собственно тоже сегодня именинница да у нас сегодня интересная тема тема называется как все успевать или эффективность повседневной жизни согласно станет цыганок что это лучший праздник вот у нас сегодня должна была быть в эфире комкина но она самую малость приболела поэтому можно ей послать сердечки и пожелать ей доброго здоровья добрый день гусева ко мне присоединилась привет татьяна с праздником вот взаимно с праздником у нас прямо двойной с праздник потому что все время приходится чему-то обучаться поэтому мы такие приятные вечные студенты это здорово главное чтобы все знания которые заходят оставались в голове в сердце да и были практически применимыми вот так сейчас мы подождем лену лена соболь у нас должна еще прийти к нам в гости и поговорим как же нам все успевать и вообще успеть это от слова успех или от слова гонка ну скорее всего в то не знаю частично то что однозначно правильный ответ это всегда уже какой-то перебор в жизни должен быть баланс где-то и нужно какую-то конкуренцию испытывать когда хочется обогнать хочется догнать уже хочется быть не хуже остальных и это тоже нормально в руки кто говорят что нет я я не такая но это тоже неправда и успех и гонка все вместе да я сижу на радуге да и машу павлини доброе утро а вот лена к нам пришла пришлось все таки с телефона так ну что девушки давайте поговорим как все успевать и как быть эффективной повседневной жизни и плюс еще и успевать кому-то строить структуры да обслуживать клиентов работать на пункте выдачи там с детьми с мужьями кто у нас еще там кошки собачки хомячки все есть все есть прекрасно давайте мы как то так начнем наверное статьяны потому что сегодня ее праздник татьяне на день нам расскажет как она все успевает для наших гостей да представьтесь и поговорим давайте немножко о себе меня зовут татьяна гусева я живу в подмосковье это соседний город небольшой сергиево посадом называется хотькова кто знает вот у меня четверо детей но у старше уже взрослый мужа есть 18 остальным так от 9 до 11 двойняшки у меня и дочка в компанию фаберлик я пришла в 2016 году то есть они тогда у меня еще были маленькие вот но момент мотивации да у нас обычно как говорят ой не могу работать потому что у меня маленькие дети а у меня было наоборот что ой хочу работать потому что у меня маленькие дети то есть дети это были был какой-то некий такой двигатель который наоборот мотивировал и заставлял чего-либо добиваться в этой жизни потому что иначе прозябание дома в декрете ну наверное это какое-то такое плавное схождение вниз часто тоже женщинами на эту тему разговаривают они нам говорят что нет я в декрете не деградирую но я не знаю может быть кто-то просто не признается мне кажется что в декрете это полная деградация ну вот серьезно я когда вот первый раз была декрете старшим сыном где-то вот год я просидела потом вышла на работу я вышла я увидела что боже вот только год прошел а мир настолько изменился что уже носит другую одежду разговаривать на другие темы там предпочитают какой-то ну что-то там новое а я этого не знаю то есть мне надо было как-то догонять а когда женщины сидят годами ну не хочу никого обижать ну правда как что-то мне кажется не очень приятно с ними происходит а в нашем виде деятельности стали приходится контактировать с людьми правильно же да что-то новое изучать куда-то ходить двигаться ну то есть да вербально какое-то общение происходит поэтому ты постоянно приходишься в тонусе двигаешься и спускаться вниз тебе никак не получается поэтому только наверх и вот на сегодняшний день я нахожусь в статусе закрытого старшего директора то есть работаю постоянно ну тоже не будем лукавить где-то были и взлеты где-то были и падения но без этого никак потому что идти только вперед это тоже не получается тоже утопия какая-то успешный успех бывает только в сказках но стремление для того чтобы добиваться больших результатов естественно оно должно находиться внутри а внутри она рождается в тот момент когда мы себя мотивируем то есть нужно понимать чего ты хочешь тогда все будет складываться если не понимаешь чего ты хочешь ну значит как бы что-то тогда здесь делаешь как говорится да найди себе дело по душе и тогда тебе работать не придется ни одного дня в жизни и вот несчастные те люди которые на самом деле уходят на нелюбимую работу тухнут они там выгорают им все не нравится они не любят своего начальника они не знаю их тошнит от их него коллектива и все такие вещи но действительно это очень грустно и неприятно по ним всегда видно да несчастный вид плохие результаты потому что если тебе не нравится то естественно ты не стараешься не делаешь но ничего не хорошего из этого не выходит зарплата если не устраивает так это вообще ну такой вообще полнейший провал а у нас все таки все перспективы у нас и рост и карьеры и какие-то путешествия то есть люди приходят работают на ставки да на своей у них 30 тысяч в месяц например было четыре года назад и через четыре тоже у него будет 30 тысяч в месяц но 30 тысяч месяц и накивает 30 тысяч месяц 4 год назад и через четыре это все-таки разные да с учетом инфляции а у нас да вот хочешь получать 30 сегодня и 30 например там через год чтобы было уже 60 значит делай для этого а чтобы взять нужно понимать что ты будешь делать и чтобы все успевать нужно тоже иметь какой-то график все-таки да ты должен знать что сегодня тебе нужно например с этими людьми пообщаться там через час бы нужно там разослать людям эту информацию представить там например какие-то выгодные предложения все остальное то есть нужен какой-то план работы то есть если есть план иты идешь по плану тогда ты все успеваешь и с детьми уроки делать и в кружки их свозить и topping и любимое время уделить на какого-то косметолога или просто хотя бы телевизор полежать, посмотреть, тогда ты все успеваешь. А если хаотичные движения, в хаосе как бы это разруха. Окей, так. Теперь давайте Лену послушаем. Ленина представление. И Ленина представление о том, как выглядит жизнь мамочки в нашем бизнесе. Меня зовут Елена Соболя. В компании Фаберлик я уже год. Сейчас нахожусь в статусе вице-директора. Совершенно согласна с Татьяной, потому что весь наш день, если мы не планируем, все дела идут на смарку совершенно. Как только мы с вечера записываем на листочечке все, что нужно сделать, рассылочку, приготовить обед, съездить забрать ребенка из школы. И получается очень большой списочек, то мы, конечно, всегда все успеваем. Лен, у тебя трое деток, да? У меня трое деток. Один тоже уже большой, 17 с половиной. Второму 13. И младшему 11. Ну, хоть и старый большой, тоже требует к себе. И в техникум иногда надо сходить, и с ним куда-то сходить. И я заметила, что пару раз у меня такое было, когда я не ставила себе никаких планов на день. И у меня реально все не получалось. И к концу дня я чувствовала себя уставшей, какой-то разбитой. Мне ничего не хотелось. Я ничего не успела. Было вот ощущение именно такое. Но стоило все это менять, и все опять встает на круги своя. То есть вот есть такая фраза о верности планирования. Это когда Танечка ничего не запланировала, и все успела, да? Это не работает в вашем бизнесе. Я знаю. Так, ну и тогда расскажите, как вы проводите планирование, девушки? Вот обе с детками. Трое детей, четверо детей. Там же явно школа, кружки там какие-то, не знаю, дискотеки, всякая история. И каким же образом тогда все успеть спланировать? Что в приоритете? Вот в приоритете вся детская история семейная, или в приоритете все-таки рабочая история по остаточному принципу? Либо есть какой-то баланс все-таки, как он достигается? Расскажите. Не, ну все-таки нужен баланс, да. Потому что я, например, с детьми одна. То есть для меня источник доходов и берлик является главным. Так можно сказать, что не единственным, но главным все-таки мы на него живем. Поэтому если я сдвину полностью приоритет только в сторону детей, это я их оставлю голодными. Тогда не будет ни кружков, ни машины, на которых я их вожу, ни летних каких-то путешествий, не будет ничего. Так же и наоборот. Если мама уйдет полностью в работу, то, значит, дети останутся. Хотя я вот недавно на днях, может, видели, есть такой психолог, Вероника Степанова, что ли. У нее сейчас недавно Рилс такой хороший про маму вышел. Она, значит, там рассказывает, что у всех вот любая мама чувствует вину, что вот я недостаточно внимания ребенку уделяю, что вот как бы я такая плохая, хорошая мама там должна пирожки печь, на всякие блинчики, только возле ребенка сидеть, его облизывать по-всякому, сказки ему рассказывать. Вот. А потом раз, да, я ему переворачиваю картинку, а какую бы это мама бы хотела возле себя иметь? Все-таки мама, которая развивается, которая умная, которая красивая, которая там продвигается, возможно, в каком-то, ну, бизнесе, направлении, неважно, художник она там или там бизнес-леди как-то у нас происходит. То есть взрослый, реализованный в чем-то человек. И, конечно, в этом состоянии мы понимаем, что да, такая мама интереснее. Поэтому вот здесь тоже как бы ответ на ваш вопрос, что действительно мама, которая занимается каким-то телом, ведь мы же еще своим примером детей воспитываем, они же на нас смотрят. То есть... Мы их воспитываем, как выясняется впоследствии. Да, тетенька в халате с тюрбаном на голове, которая неинтересна и не умеет даже разговаривать и не понимает, чем она вообще живет в этой жизни. Ну, как бы дети потом, наверное, тоже спасибо не скажут. Поэтому это должен быть какой-то баланс. Сперва изменяем. Да, и работа должна быть. Да, тоже. И работа должна быть в приоритете, и дети. Но это, наверное, 50 на 50. Нельзя от чего-то одного отказаться. Поэтому работа, да, составляет все в зависимости от того, какие акции у нас сейчас идут, как люди на что реагируют. И с людьми надо тоже все время руку на пульсе держать, знать их невкусовые, хотя как минимум предпочтения. Потому что одной ты предложишь, например, косметику по уходу за лицом, а она ей не хочет. Она только вот бытовую химию любит. Все, предложила что-то другое, уже не попало, человек ушел. То есть нужно быть все время в контакте с кем-то. Ну и в зависимости уже от этого понимать, как с людьми общаться. А ведь чтобы так общаться, надо с людьми контактировать, это же время. То есть нужно тоже уделять, нельзя отрекаться от чего-то одного. Это баланс тоже, да. Так, у Тани баланс, у Лены? У меня совершенно тоже прям четкий баланс, потому что я смотрю, конечно, сначала на расписание детей. Отвела в школу. У меня есть 6 часов свободного времени. За это время я успеваю приготовить обед и пообщаться с клиентами, посмотреть акции и сделать рассылку. Потом я опять еду, занимаюсь с детьми. И так вот в течение дня вот все планы выстраиваются. Совмещений и пересечений нет совершенно. Если какой-то мне звонок или заказ или консультация нужна, поступает, то я пишу человеку или говорю человеку, у меня будет свободное время буквально там через 20-30 минут. Я вам все сделаю, на все отвечу. И люди всегда идут навстречу. Да. А вот тут тоже момент пересечения как бы нет. Вот с одной стороны вроде и нет, а с другой стороны есть. Потому что если бы мы работали на какой-то другой работе, мы бы в 8 утра ушли, да, и, например, в 7 вечера пришли. Все. А здесь у нас, например, сижу с ребенком, уроки делаю. Все, мне вопрос поступает. Там она пока что-то дописывает, какое-то там предложение или еще что-то. Я быстренько ответила, вышла там, созвонилась, объяснила и вернулась обратно. То есть на другой работе это невозможно. А у нас все-таки настолько это все переплетается между собой, вклинивается, да? Ну вот, как два кружочка вот так вот и посерединке есть пересечения. Я вот когда работала в найме, хотя у нас была с мужем своя компания, строительная. И у меня все равно было в свое время как бы и на детей, и на себя, потому что я всегда могла уйти и отпроситься. И муж понимал, что надо там туда съездить, туда съездить. И свободного времени не было. И я меньше уделяла времени даже себе и детям, потому что все равно в 9 пришел на работу, в 18 ушел. Мы практически вот как раз в тот момент ничего не успевали. Сейчас успеваем, все. Девочки, а скажите, вот при такой занятости, при нагрузке такой, при том, что дети, да, при том, что нужно еще и структурой заниматься, где взять людей для того, чтобы эту структуру пополнять? Ведь у нас самое главное, что в нашей деятельности, да, это чтобы структура росла, товарооборот рос, и вы бы тогда с этого, ну, в общем-то удовлетворяли себя финансово. Каким образом это происходит у вас? Это же, ну, наверное, невозможно, когда дети. Ну, такое есть. У меня ограничивающие убеждения, скажем так. Очень зря. Да? Сейчас очень хорошо развиты социальные сети. Инстаграм, Ватсап, ВКонтакт, Телеграм. Они очень сильно помогают, когда ты пишешь и рассказываешь свои истории, то люди сами к тебе идут. Ну да, это же и есть то самое планирование. То есть ты должен понимать, чем тебе заниматься. Хотя вот люди, многие работают с тёплым кругом, то есть со знакомыми. Как мы говорим, все люди живые, ну, как бы с живыми людьми, те, которые интернет, люди разные, с живыми людьми. У меня тоже очень много примеров, допустим, вот успешных наших девочек, кто занимается, и они вот именно любят разговаривать с живыми людьми, вот так встречи организовывать, и прекрасно развиваются. Я, например, интернет-работник. У меня тоже социальные сети, у меня там реклама работает, все остальное. Мне так удобнее, потому что вот при моём образе жизни, как говорится, впихнуть невпихуемое не получается. Вот настолько много, да, вот этих всяких поездок, ну, по поводу детей. Одного отцвёз, привёз, другого отцвёз, привёз. Всё остальное. Там в школу со школы, кружки, а ещё магазины, там какие-то поликлиники. И вот ещё, и вот туда вот засунуть какие-то встречи организовывать, там чаепития с презентациями каталога. Вот если бы не было бы, развитие онлайн, а бизнес был бы только вот такой, вот с живыми встречами, вот это я точно могу сказать, что это я тогда бы не смогла бы им заниматься. А вот онлайн-направление, это полностью моё, да, здорово. Всё, можно успевать. Вот так промежду делом. Телефон всегда в руках, мессенджеры всегда при тебе, интернет есть сейчас, слава богу, везде. Да, он и мобильный, он и домашний. Где хочешь, можно остановиться. В любой момент тебя поймали, в любой момент спросили, ты тут же сразу ответила. Всё, то есть работа идёт в параллель с жизнью. В социальной сети та же самая реклама, вот там вот и есть, находятся все люди. У нас же всё же общество сейчас жалуется. Ой, все сидят только в интернете, ой, все только в телефоне сидят. Блин, так пользуйтесь. Все правда сидят в телефоне. Вот там мы их и находим. Очень удобно. Особенно в период пандемии, когда контакты, всё-таки они ограничены. То есть сейчас такой инструмент нам дан. Бери и забирай. Бери и делай. Девочки, а вот по поводу планирования, у меня такой вопрос. Вы как планируете своё время? Вы его планируете на краткосрочную перспективу? Потому что, когда дети маленькие, всё-таки они могут там, не дай бог, и заболеть и что-то ещё. Или вот есть там большой глобальный план, да, есть там более мелкие какие-то, не знаю, поквартальные планы. Есть там недельные планы, есть ещё на каждый день, и всё это там как-то должно корректироваться или что-то. Как это происходит? У нас каталожные планы. Каталож трёхнедельный. Вот как идёт каталог, вот, значит, такие у нас и планы. Да, от акции опять-таки зависит. Вот как, и потом компания, мы же не всегда заранее знаем, какая акция. Вот сегодня, например, я вижу, прилетел подарок, да, вот набор возвращения в бизнес за один рубль тем, кто давно не делал заказ. Всё. Вот сегодня я с утра увидела, уже у меня планы немножко скорректировались. Я уже знаю, что сейчас с вами побеседую, потом заберу детей, поеду со школы, приеду домой, их покормлю и составлю рассылочку, составлю сообщение, запущу рассылку тем, кто должен этот подарок получить. Поэтому планы есть такие и крупные, но они корректируются всегда в зависимости от того, что нам даёт Фоберлик. Так. У меня точно так же. Ну, три недели, конечно, каталожные, и он разбивается на неделю. Больше, на более большой срок не получается составить пока план. Но я с этим работаю. Так. Как работаешь? Я вот составила уже себе план на полгода. Конечно, что-то там корректируется, но я стараюсь придерживаться всё-таки этого плана. Он касается и дома, и детей, и работы. То есть там тоже всё вместе, всё в балансе. И мне это помогает идти дальше. То есть мы сейчас говорим о чём с вами, да, что, да, конечно, там мама может спланировать и поездку в отпуск через год, но лучше, когда это будет... Просто она заинтересована, да, и к ней идём по три недели, по две недели. То есть как идёт каталог, чтобы не выпадать. На год тренажёр. На год тренажёр, да. Тут я не услышала. Тренажёр? Форс-мажёр. А, форс-мажёр. Да. Ну, опять-таки, у нас же вся работа через интернет сейчас на сегодняшний день проходит. Даже те, кто работают на земле, да, люди оффлайнники, они работают всё равно посредством социальных сетей и сообщаются с людьми через те же самые мессенджеры. Правильно? Поэтому какой форс-мажёр? Ну, ребёнок заболел, всё равно через телефон со своей структурой на связи. Поэтому, мне кажется, сегодня так это сместилось, вот это понятие оффлайн и онлайн. Ну, по сути, то же самое. Мне кажется, не смутишь. Гвозди бы делать из этих людей не смутишь ничем. Неважно. Всё хорошо. Война войной, работа по расписанию. Вот там прозвучал вопрос у нас в эфире. А как вы делаете, какие рассылки делаете жёлтеньким? И как их? А, жёлтеньким. Да, ну, у нас, слава богу, компания Фаберлик даёт все инструменты, поэтому мы заходим в личный кабинет, мы делаем отчёт, скачиваем, да, информацию по личной группе. Оттуда мы фильтруем жёлтеньких тех самых, кто у нас давно заказики не делал. Составляем сообщение какое-то максимально, чтобы оно было коротенькое. Потому что люди длинные сообщения не читают. У вас тогда не увидели, что что-то длинное пришло? И они сразу это убрали. А если прям коротенькое, буквально, чем меньше ты его короче напишешь, буквально пару слов там каких-то, там несколько, и картиночку красивую пришлёшь. Всё раскидало через мессенджер. У меня, например, все мои люди забиты в телефонную книгу. Всегда. Любая регистрация. Только у меня регистрация пришла, я сразу сохраняю. Неважно, есть у человека заказ, нет у человека заказа. Он ещё, может быть, даже как бы и не определился, хочет он что-то или не хочет, а я уже его сохраняю, потому что я знаю, что потом я его буду прорабатывать. Поэтому всё. Если я сделала рассылку, ну, отфильтровала отчёт, и через телефон могу ручным способом делать рассылку. Раньше делала через… Есть рассылщики различные в интернете, платные программы. Также через телефон его подключаешь, и он автоматически рассылает. Есть у нас в UberLik чат тоже от компании. Тоже очень удобно. Но я как-то делаю руками. Мне так удобнее. Я и то, и то пробовала. Он просто каждому своё. Мне это как-то комфортнее. Я сразу вижу диалог, о чём мы раньше разговаривали, или разговаривали вообще о чём-либо. И потом это когда мы же не сразу всей структуре пишем, а те же самые жёлтенькие, ну, в зависимости от количества людей. Всё-таки это возможно руками разослать, часик потратить, ничего страшного. Поэтому ручкой. А я делаю через рассылщик в UberLik. Всё это. Но, конечно, когда я попадаю в чат к человеку, у меня тоже они все забиты сразу, изначально. Я тоже сначала пролистываю всю историю. Ну, не всю хотя бы, что там было последний раз. Вспоминаю этого человека и отсылаю ему сообщение. Возможно, его как-то подкорректирую именно под этого человека. То есть ещё и индивидуальности придаёте? Конечно, обязательно. Ну-ну-ну. Какие у нас мамки молодцы вообще. Времени у них столько есть. У нас люди говорят, что времени нет совсем, совсем нет. Люди общаться не хотят. Все блокируют во всех мессенджерах. Всё вообще, всё плохо, всё жутко. Но блокируют, если нет индивидуального подхода. Вот тогда блокируют, правда? Так. Если ты человеку пишешь просто, даже как не человеку, если у тебя задача просто отослать сообщение, то ты его просто отсылаешь и всё. А если у тебя задача поговорить с человеком, именно ему ты отсылаешь, тогда он тебя слышит. Вот правильно, да? Только что вот сказали, что ты корректируешь под каждого. Действительно. Ты можешь открыть сообщение и увидеть, а вдруг тебе человек в прошлый раз написал, что, пожалуйста, меня больше не беспокойте. А тут ты ему снова сообщение автоматически прислала, и он уже начинает ругаться, и у него сразу негатив и к тебе, и к компании. И в следующий раз ты скажешь, фу, что это за фаберлик, за такой, и там они уже всех изнасиловали, сколько можно. А если ты это уже увидела, то можешь аккуратненько предложить ещё раз, каким-то другим подходом. Что, извините, я знаю, что вы в прошлом раз писали, но всё-таки я считаю, что нужно вас поставить в известность. Вы же, наверное, подарок хотите, такое нечасто бывает. Последний раз, да, примите к сведению. То есть человек видит, а может, ты вообще не трогаешь. По-разному. Кто-то может быть, у кого-то языковой барьер, ему сложно понять на русском языке, мы же работаем с разными компаниями. Вот у меня в структуре много девочек, кто женщин, Кыргызстан. Одни прекрасно на русском говорят, другим, например, сложно понять. И если я ей пришлю то же самое сообщение, как я присылала другим, она может просто, ну, не осознать, что там написано. Поэтому приходится под них немножко переделать, более какими-то утрированными, простыми совсем фразами. Поэтому, ну, вот так, да. Ну, то есть люди общаться хотят. Хотят общаться в любом случае. Если вы хотите общаться, то и люди хотят. То есть с каждым человеком нужно разговаривать на его языке психологическом. Тогда он тебя услышит. Да. Лена, согласна? Конечно, полностью. Каждому ответу на подход. Я хоть от вас узнаю правду, а то мне как-то рассказывают часто, что люди общаться не хотят, никто ничего не хочет, продукт не нравится, там не понимают, не знают, не любят. И вообще вот я не люблю навязываться. Я подожду, когда мне самой там постучаться, помашут ручкой, ножкой, там, не знаю, надом и скажут, вот, хочу тебя осчастливить. Вот я лучше подожду. Ну, а как они не знают? Так наши задачи сделать так, чтобы они узнали. В этом-то, по сути, глубинный смысл заключается. С вами-то я согласна. Вот, видите, свои сомнения рассеиваю, развеиваю. И, наверное, у нас в эфире сегодня есть люди, которые тоже самую малость думают так же. Поэтому здесь я как эта, баба-яга. Я вот, например, на днях создала себе чат-продавашку, потому что я же все-таки больше онлайн, как бы, с людьми, и для себя домой заказывала. Ну, какие-то знакомые там у меня хотят заказывать, потому что они же все равно же знают, чем я занимаюсь. А вот как-то нацелена на продажи, как-то я не ориентировалась. А сейчас вот я создала себе группу, потому что, опять-таки, все в мессенджерах сидят, и прямо всех родителей с одного класса своих детей добавила, предварительно спросив у них разрешение, если они не против, чтобы я их добавила. Потому что без разрешения тоже кто-то начинает нервничать. Как так? Я вообще не просила, а вы меня сюда привели. Вот. И все, и буквально за несколько дней собрала заказ уже на 4 тысячи. То есть люди сами, я им там пару картиночек скинула, личное мнение свое написала, не скопировала с личного кабинета текст с описанием, тогда они реагируют. А вот когда сама пишешь, то ой. Кстати, вот Севде спасибо, я вижу, что она здесь. Вот нашу группу же она сейчас создала, да, потому что какой шикарный рабочий инструмент с отзывами, куда мы их скидываем, да, по мере там своего возможности, какие-то коротенькие файлики с видео. Все-таки интереснее, вот она эта баночка стоит, что здесь у меня есть, вот бальзам, да, для гладких пяточек. Все-таки, когда ты с личного кабинета скрин присылаешь, ну, картинка и картинка, а когда ты его показываешь, прямо живой открываешь, рассказываешь, как он работает, действительно классная штука. Но вам рассказывать не буду, вы и так знаете. Тогда люди по-другому реагируют. Я очень люблю лазить по чатам, по сториз наших консультантов, потому что у Кати Ионкиной, кстати, вот она Катя Ионкина, вот у нее все время какие-то распаковочки. Я думаю, так, вдруг мне это тоже надо, ну-ка я приближусь. Да. То есть тоже, ну, 330 листов в каталоге, это непосильная умственная задача для многих людей. Да. Даже пролистать. Когда выбор стоит между 1 и 2, сразу понятно, и лет, и лет. А когда там у тебя десятки, уже начинаешь путаться, да, и людям нужно советовать. Девчонки, а вот что с такой, как бы, как сказать, с личной организованностью и дисциплиной? Вот кто-то говорит, что все-таки я пока тут еще маленький лидер, да, меня должен наставник нянчить, носить на руках, там, не знаю, на ногах, пестовать меня, лелеять, делать за меня даже, наверное, вот я чуть-чуть окрепну, встану на ножки, стану, там, не знаю, серебряным директором, тогда сама поработаю. Как насчет таких историй? Совершенно неправильная история. Неправильная. Пока ты сам себя не дисциплинируешь и не поставишь себе цель, все будет напрасно. Вот у нас, я столько тоже наблюдала, допустим, приходит кто-то, там женщина пришла, девушка, которая хочет работать, зарабатывать, развиваться в бизнесе, и вот она попадает в активную группу, под ней строятся структуры, и вот она сидит, она говорит, нет, я вот сейчас подожду, подожду, пускай мне там выведут примерно 15%, когда я начну заказы делать, и начну тогда уже все обучать, и включусь. А потом она включается, а люди на нее не реагируют, они ее не знают. То есть они привыкли контактировать там условно. Ну да, они привыкли условно контактировать, например, со Светланой, они Светлану знают, они со Светланой уже наладили контакт, Светлана знает их все точки воздействия, их боли, их предпочтения, все. А тут пишет какая-то там неизвестная, допустим, Оля, которая рассказывает, что я ваш лидер, теперь давайте ко мне. Так они уже к ней не пойдут, уже все. И дальше получается пора... Уйдут, уйдут. И получается пробуксовка. И у нее ни опыта, ни люди ее не знают. И более того, она и не умеет с ними работать. То есть она ничего не... Это вот как ты пришел вот какой-то в атомный коллайдер, и тебе сказали, все, работай теперь. А что ты будешь с ним делать? Ты даже толком не понимаешь вообще для чего он нужен. Не то, что как-то на какие кнопочки нажимать, если они там есть условно. Но то же самое. Включаться надо сразу. И не перекладывать ответственность на лидера, потому что ты строишь свой бизнес. Ты же эти деньги будешь получать, не твой лидер. Это же твоя зарплата, твои люди. Тебе в дальнейшем с ними идти. У меня дети. Да? Дети у меня, не могу. Да, дети не могу. Я наоборот так думаю, что если дети, значит могу. Не могу. А кто детей будет кормить, а кто будет воспитывать, а кто будет им пример подавать. Успешные, красивые женщины. Да. Так. Понятно. Все иллюзии разлетелись. Разбили. Да все, ищем же кнопку, вот которая попроще, что сижу я себе так спокойно, никого не трогаю, бац, нажала на куда-то, и у меня бац поперла. Волшебная кнопка. Да, и красная ковровая дорожка. Приведет к успешному успеху. Все ее ищут, все ее хотят. Но все же вопросы в голове. Вот только в голове. И потом всегда же, вот что у одного лидера работает, то вообще не будет работать у другого. Вот никак. И у всех же своя аудитория. Ведь правда, кто-то работает с одними людьми, с одним типажом людей, другой работает совсем с другим типажом людей. Вот совершенно разные же люди ко всем приходят. Вот, например, мой человек, например, вдруг не сможет работать с вами, а ваш совсем не сможет работать со мной. Согласна. Ну, значит ли это, что мамочки должны держаться своих мамочек? Ну, как свои мамочки же тоже? Нет, мамочки же тоже все разные. Абсолютно. Вот я не знаю, почему ко мне почему-то учителя любят ко мне идти. Мне часто спрашивают, Таня говорит, а вы не учительите, случайно работаете? Вы так любите все рассказывать? Я говорю, нет, говорю, я не учительница. Ну, вот они как-то вот ко мне, мы как-то общий язык всегда находим. Не знаю, а мамочки как-то что-то не... Ну... Мамочки? Хоть у тебя, мамочки? У меня нет. С мамочками, наверное, в большинстве своем я не очень нахожу язык, потому что они все-таки больше вот такие вот я ничего не успеваю, мне некогда. То есть у них более негативного такого вот восприятия жизни. У меня почему-то больше общение с женщинами уже, у которых взрослые дети. И у меня больше покупателей таких. И всегда найду с ними о чем поговорить. И им со мной интересно, и мне очень интересно. То есть мамочек у меня очень мало. Так как включается эта система распознавания? Вот как у самолетов, знаете, там летят свой-свой. Вот как включается у сетевиков, у мамочек, не знаю, у лидеров, как включается эта система распознавания? Чаще всего люди, наверное, приходят. Мы же сначала с людьми контактируем, а потом уже, когда мы сконтактировали, уже посредством диалога мы узнаем, кто они. То есть мы же изначально не ищем, что вот мне нужны только мамочки. Раз вы мамочки, эй, идите сюда, сейчас мы будем здесь с вами работать. То есть это же не так. А потом уже, после того, как все уже отсеялись, кому неинтересно ушли, кому интересно остались, а оказывается, они вот они. Я согласна, что все-таки более зрелые женщины, они скорее более заинтересованы. А потому что они уже понимают, что у нас выгоднее купить, чем магазины на улице, а у нас интереснее, а у нас подачи хорошие, а тебе домой принесут, а тебе оформят красиво, а ты еще какие-то там баллы, бонусы получишь, а ты можешь бизнес строить, ты деньги заработаешь. А более юные же, молодые, они же еще порхают. Они еще думают, что у них, вот сейчас они пойдут из декрета через год, они думают, что они выйдут, так им кажется всегда, и у них будет столько много времени свободного, и они сейчас на работу, на хорошую устроятся, потому что там какая-нибудь там подружка, маминой троюродной сестры сказала, что сейчас так всех на работу ждут, и там еще карьерный рост будет, и зарплата миллион рублей в месяц. Им кажется, что все такое розовое и прекрасное. А те, которые уже столкнулись с реальной жизнью, что такое материнство, они поняли, вот, и сколько времени все это отнимает. Потому что врут же, когда говорят, сейчас вот ребенок в садик пойдет, и уже время у тебя освободится, немножко отдохнешь. Не правда же? И старшему. Да, да даже годы, десятилетия. Вот он мне старше, ему 18, а я еще как-то не очень понимаю, я только и нервничаю. А куда пошел, а во сколько пришел, там уже проблемы другого уровня начинаются, и всякие неприятности, более если реже случаются, но если уж случились, так случились. Вот, поэтому, как бы, это иллюзия, что будет больше времени свободного. Нет, пока ты сам, ты его не распормируешь. Сначала я заживу, а потом, что-то мне, да, 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 получается так, там и кажутся людям, а на самом деле нет, поэтому, мне кажется, что вот Фаберлик приходит и на бизнес, более зрелая аудитория, и на, и покупатели тоже более зрелые, во-первых, ну, это покупательской способности зависит, все-таки у людей должны быть деньги, чтобы что-то покупать, деньги есть у кого, кто их уже где-то зарабатывает, ну, как-то так. Ну, возможно. Тогда отдыхать-то когда, там, не знаю, полазить там в соцсетях, позалипать в Инстаграме, вы в Инстаграме вообще залипаете или только работаете, или вообще не работаете? А вот так, к началу вернемся, что вы, игорь, дело по душе, и работать не придется ни одного дня, то есть все вместе. Интересно же посмотреть, а чем твоя там, например, коллега занимается? Вот он тоже сетевик, она тоже развивается в нашей компании, а как она, да, живет, какой у нее, вот тоже, кстати, образ, склад дня, да, режим дня, что она рекламирует, что-то, как она вообще день свой проводит, же смотришь, знакомишься таким образом, интересно. То есть сочетаете приятность, полезность. Я сочетаю, я еще более того, я всегда своим девочкам говорю, кто вот не хочет вести их инстаграм, я всех ругаю, говорю, почему вы не ведете? А как вот должны люди знать? Вот как они должны узнать, что в ихнем городе, там, или там, в этой стране, ну, неважно где, что вот есть вот такая вот дама, которая занимается бизнесом с компанией, еще и деньги зарабатывает, еще и такие продукты хорошие у нее можно приобрести. То есть как они должны вас узнать, а вас вообще, если вас нету? Ну как, я вот, например, могу завести себе аккаунт, ну, например, в Телеграм, написать, что это Фаберлик, и ко мне попрут, моей фотографии там не надо, имени моего с фамилией там тоже не надо. Ну вот я как бы много вижу аккаунтов, да, большие группы у нас есть. То есть я там вижу, что вот я Фаберлик, вот любите меня, потому что я Фаберлик. А как тогда распознавать? Ну, так в Телеграм вас не видно, в Телеграм же вас не видно, в Телеграм просто ваша картинка, и то, что вы Фаберлик, а как вы должны узнать? А как вы разговариваете, а как вы выглядите? Да. А Фаберлик? Конечно, недостаток. Ну вот я смотрю, например, у нас есть чат, там 1310 человек, из 1310 человек, ну, там процентов 50, наверное, 60 людей, которые, ну, либо Фаберлик, либо там Лисенок, Енотик, Киска, Роза, Куколка, и непонятно, как зовут, там Дуся, Дуся, Фрося, Фрося, это в лучшем случае, вот, да, или там Любимка, еще кто-то там. Да, да, для сетевика важно, разве что, его распознавали, ну, знаю. А если тебя не знают в лицо, да, то тогда кто к тебе? Больше быть не должно. Не должно, но как? Вот, поэтому я же тоже говорю, вот социальные статусы. Вот буду хорошо выглядеть, будет у меня элитный статус, тогда поставлю себе фотографию, напишу, что меня зовут Тань Петина, а до этого момента буду, ну, там, мамина Любимка, да и все. А я думаю, надо таких людей спросить, от кого они скрываются. Вот. От кого они прячутся вообще? Все, что-то не надо. И многодетные мамы, замужние женщины тоже не скрываются, как я понимаю, да, или скрываются. Ну, мало ли что, вдруг там нападут маньяки. А так я фаберлик, что непонятного-то, я же фаберлик. Нет, себя нужно рекламировать, конечно. А тебе, а себе нужно кричать на каждом углу, чтобы тебя знали, чтобы, чтобы ты уже шла, а уже сразу говорили, о, так это Татьяна идет, которая фаберлик занимается. А я же хотела спросить, сейчас как раз я у него спрошу и куплю. Вот. А тебе должны знать. Я пишу, говорю, я всех ругаю, говорю, как это так? Говорю, вы пришли в онлайн-бизнес, все-таки компания сетевая, то есть она предполагает, что она удаленная все-таки, в любом случае, да? То есть ты там в Москве, а у тебя покупатель вот там где-нибудь, я не знаю, в Германии, например. То есть как он тебе, вы будете сообщаться через интернет, а он захочет посмотреть, а кто ты вообще? Ну, кто ты вообще? Потому что картинка безличная, где у тебя ничего не написано, ни лица у тебя нет, ни фотографии никакой, или там фотография, которая на паспорт. То есть кто ты вообще? Тебе люди доверять не будут, они тебя не видят, они тебя не знают, они тебя не слышат. И вообще они несерьезные. Человек, когда заходит на аккаунт и видит, что там киска 0305, Фаберлик, то это уже несерьезно. Несерьезно. Да. Я считаю, что несерьезно. Нет, ну... Это было когда-то у меня смешной аккаунт, и как только вот я начала вести Инстаграм, мой наставник Катерина Илонкина сразу сказала, меняй. Я не задумывалась, сразу поменяла на имя, фамилию. Он говорит, как тебя будут узнавать люди? То есть все-таки это важно в бизнесе, независимо от того, мамочка ты, папочка ты, либо ты вообще работаешь только по теплому полю. Ну вот кто-то может сказать, у меня только теплые контакты, они меня и так все знают, и что я так называюсь там Фаберлик там 007, это нормально. Люди вот тоже делают ошибку, вот есть две ошибки, например, одни приходят или ничего не показывают, вот одни киски, вишенки, либо они приходят и заваливают свой профиль скринами с личного кабинета. Тоже им кажется, что человек почему-то должен увидеть картинку какого-то там, не знаю, средства для ванной у них, просто картинку вырезанную с личного кабинета, и срочно он должен что-то захотеть, потому что там эта картинка висит, он же верит, что это моющее средство для ванной комнаты, значит он должен его захотеть, а почему он его должен захотеть, если таких средств нарисовано везде одинаковых 100-500 штук и даже можно там 6 нулей прикрепить. Да, вот правильно пишут, что люди идут на людей, вы должны себя показывать, как вы разговариваете, с чем вы живете, что вы завтракали в конце концов сегодня, что вы там ели, что вы купили, распаковочку какую-то покажите, выдавите, помажьте, понюхайте, расскажите свои впечатления, тогда люди видят, как вы реагируете, они должны видеть живого человека, вот если есть живой человек, который не просто свою фотографию скинул со студенческих времен, где он красивый диплом один раз получил, и потом в декрет ушел, и забыла, благополучно обо всем на свете, вот если вы писали, вы есть сегодня, вот такую себе живую сегодня и показываете, тогда люди к вам придут. Социальные сети и сети же тоже требуют какое-то режиме. Задачка, девочки, это задачка. Регулярность, вот как в нашей работе важна регулярность, так вот, кстати, в социальных сетях тоже важна регулярность. Потому что... То есть если я одну фотографию твою выложила на горшке в пять лет, то в пятьдесят она не прокатит тоже, да? Ну, у вас, как минимум, вас не узнают. Да, точно. Ну, если по подачку. Поэтому придут на моющее средство? Да. Так, вот Катя пишет, делать каждый день система должна быть. Ну, как может быть система, Катя? Ну, блин, ну, мамки же, у нас же мамочки. Четверо детей, там какая система-то, господи. Ну, как получилось, так получилось, нет? Четверо детей предполагает, что она с этими детьми постоянно что-то делает. Да, с одним она ходит на один кружок, с другим она пошла, например, в семейную поликлинику, а не просто в городскую. С четвертым, там она побежала с учительницей разбираться или там на какую-то новую площадку. Мама же всегда все знает. Они знают, где лучше врач, какому надо идти, какому не надо, какой врач правильно там лечит, какой врач неправильно лечит. Это тоже мамы всегда знают. Какое лекарство работает, не работает. Там у кого у детей, там у ребенка прыщик на попе вскочил, а кто там грамоту по какому-то предмету получил. Вот это повод все рассказывать и показывать. То есть у них даже, может быть, больше поводов, чем у той женщины, у которой уже дети выросли, и вот она дома. Там, может быть, там у нее уклад такой, что она и не едет никуда, и не идет. Таких же тоже много. А у мамочек, наоборот, больше гораздо тем для раскрытия. Потому что они тоже постоянно в какой-то, пускай вот такое, как бы, ну, немного однообразное, не всем интересно, но в какой-то кухне они варятся. У них тоже свои есть. У маленьких, я имею в виду, у кого вот маленькие детки, у них же тоже своя аудитория. Так, ну, уже кое-что проясняется, собственно. Ну, для меня так точно. Да, с детьми инфоповодов много, это точно. Так, друзья, у нас с вами еще есть 15 минут эфира, и пришло время отвечать на вопросы наших телезрителей. Так что давайте, коллеги, задавайте нам вопросы. Девушки вам честно ответят, потому что на самом деле такие бодрые мамки, я прям сижу и даже глазами за вами не успеваю. Какие планы на год, спрашивают? Так, на год. Ну, я вообще, например, из Приднестровья, поэтому у меня каждое лето, ну, сейчас это пандемия, конечно, но каждое лето такое, сейчас планы 50 на 50, мы же не знаем, вдруг дороги опять закроют, а так мы каждое лето едем туда ко мне на родину, там у нас тепло, солнышко светит, я тащу за собой всегда свой ноутбук и фотоаппарат, потому что мне нужен потом контент для социальных сетей, вот, и люди у меня там тоже свои зарегистрированы. И вот я прекрасно, тоже спасибо Фаберлике, мне тоже, конечно же, спасибо, что я именно сюда пришла и не свернула, не отказалась, что он даёт такую возможность, потому что ни на какой другой работе, ну, может быть, есть такие, но и всё-таки их меньшинство, что ты можешь собраться, вот так, и на всю лето я увожу всю семью, да, всё-таки это денег стоит, вот, и работу свою тащу за собой, она едет за мной, то есть всё, я в другом месте, а работа продолжается так же, очень удобно. То есть есть планы на отдых, и есть планы на труд, всегда. Да, обязательно, летом немножечко, если я позволяю, расслабиться, вот тут тоже спрашивают, какие методы рекрутинга, у меня, например, я больше работаю рекламой, таргет, контекст, поэтому если летом немножечко позволяю себе больше отдохнуть, потому что там всё равно, ну, лето, где-то речки, бассейн, там, кафешки какие-то, рынки, там, друзья появляются, то, значит, я поднимаю обороты, бюджет поднимаю на рекламе, то есть если я немножко в этом отношении меньше работаю, значит, больше работаю, реклама за меня больше работает, чтобы больше людей приходило, то есть вот баланс выравниваю таким образом. А я совмещаю, у меня метод тёплого контакта, так как я ещё и работаю на пункте выдачи, пункт выдачи находится в магазине, и очень люди интересуются, заходят, и вот мы налаживаем с ними контакт. И тоже такой же метод, во-первых, таргетинг использую, и, естественно, Инстаграм. Инстаграм, статусы в соцсетях, выставляешь какие-то интересные истории, и люди уже сами тоже пишут. То есть баланс, ну, если сказать по балансу, то всё-таки тёплых контактов у меня больше, процентов 70. Но они активнее всегда, то есть тоже свои плюсы есть. Ну, то есть они холодные, по-моему, ты их утепляешь, или это знакомые знакомых? Нет, нет, это вообще не знакомые знакомые, это вот как раз вот люди, которых я встретила, пригласила зайти на пункт выдачи, рассказала всё, что им интересно было бы, и тогда мы утепляемся. То есть у меня больше всё-таки это работает. Живые люди? Живые люди, да. Опять же такие женщины, которые любят и на себя уже потратить денюжку, потому что опять-таки в возрасте женщина хочет выглядеть лучше и она уже этим заинтересовывается. Больше, чем мамочке, которым нужна чистота, наверное. Да, кстати. Она уже любит чистоту. У нас много прекрасных средств по уходу за кожей вот как раз возрастного возраста. Поэтому вот как-то у меня вот именно вот эта тема идёт хорошо. Так, вот Катя Ёнкина тут интересуется, а какой статус-то хотите в компании достигнуть? Нет предела совершенства. Ну, куда-то целитесь или так это? Всё поэтапно, конечно. Всё поэтапно. Так как у меня сейчас старше, то у меня цель на серебро. Будет серебро, будет цель на золото и так далее. Это при вопросе о реализации, да? То есть тоже как цель. Можно же, конечно, смотреть на всю лестницу успеха и видеть нашего генерального партнёра, куда любой человек... Ну, кто скажет, что он не хочет? Ну, все же хотят, правда? Вот. Но нужно же тоже понимать... То есть, например, я знаю, чтобы у меня в каталог был прирост, например, там 300-400 баллов, то мне нужно, например, зарегистрировать там такое-то количество активных людей. Чтобы из этих людей было такое-то количество повторных заказов. Чтобы такое количество людей ко мне пришло, значит, мне нужно запустить, например, такой-то бюджет в рекламу. То есть это же тоже имеет какую-то конкретику определённую. Потому что одно дело, что мы хотим, а другое дело, понимать, что для этого нужно сделать. То есть как их отработать, сколько денег, например, на рекламу потратить, возможности какие-то свои оценить, людям время уделить, чтобы каждого проработать. Как Елена говорит, что люди приходят, активность на тёплом рынке всегда выше, потому что ты с ними разговариваешь живую один на один. То есть ты чувствуешь человека, он чувствует тебя, и вы являете, показываете, он может потрогать, выявляете его потребности, и это реализовывается. А когда всё-таки ты с человеком не можешь так живую встретиться, посмотреть, а вы разговариваете только через интернет, всё равно снижается какой-то уровень доверия, нет, не можете друг дружку потрогать, как-то понюхухать, как это происходит, показать ты ему не можешь. И всё равно какой-то процент снижается. То есть тоже немножко по-разному. Поэтому таких людей должно быть больше. Например, на тёплом кругу ты можешь зарегистрировать там 10 человек и 8 из них сделают заказ. А если я на холодном, на рекламе зарегистрирую 10 человек, то, может быть, из них заказы будет только 3-4. А их ещё нужно вывести на повторную активность. То есть это же тоже какая-то статистика. Наш бизнес – это числа, это всё-таки статистика. Несмотря на то, что это люди в любом случае. Это нужно тоже учитывать. Поэтому то звание, которое хочется, нужно соизберять с теми возможностями, которые ты в силах обработать и сделать. Ну, как-то вот так. Поэтому пока на серебро идём. Идём медленно и надёжно. Лена, у тебя какая-то... Ну, у меня тоже, конечно, всё планомерно. Сейчас я иду... к директору. Дальше, конечно, планы старшего директора. И так и пошло, и пошло. И тоже, конечно, здесь планомерность три шага вперёд, два назад. Она, конечно, никуда не уйдёт. То есть тут будут и падения, взлёты, но планы грандиозные. Ну, в общем, вы готовы к падениям, и к взлётам. Вообще девушки у нас сегодня, ну, на мой взгляд, шикарные гости вот у меня сегодня. Я думаю, что территория со мной согласится, что девчонки прям просто огонь. То есть мы и мамы, мы и разумные девушки, и понимаем, что сейчас, если сверху нам даже генерального партнёра объёмы свалятся, то их можно и не освоить головой и руками, да, и... Окей, с вами. Я вот совершенно с вами согласна. Если на тебя сейчас сразу, допустим, на меня упадёт статус старшего директора, я его не осилю. То есть я должна постепенно всё это по ступенчикам сама пройти и за это время правильно планировать все свои действия. Ну, отлично. Хоть где-то я сегодня угадала стратегию. Ясно. Так, что у нас там ещё? Девчонки тут вас хвалят, хвалят. Какие вы молодцы. Огонь. Спасибо. Я прочитала вообще. Да, прекрасно. Какие-то есть у нас ещё вопросы, коллеги, к нашим гостям сегодня, к Лене и к Тане? Так, вот. Вас все поддерживают. Это, наверное, я думаю, что это очень приятно, когда аудитория поддерживает, да, потому что, видимо, есть живой отклик, есть сердечки летят, огоньки тут горят. Спасибо. Наверное, знаете, вот я хочу вас попросить какие-нибудь вот самые важные осознания ваши за время сотрудничества с компанией. Вот какие самые важные осознания пришли, да, на которые вы опираетесь? Ваши такие, как бы, ну, опорные инсайты, скажем так. Самый мой опорный инсайт получился именно в компании Фаберлик, и я поняла, что я здесь и сейчас. Это самый важный инсайт. И еще один тоже очень важный, сегодня был эфир, хотя на нем я первый раз. иди туда, где странно, там рост. Вот это вот два самых основных инсайта. Главное, иди. Да, да. Делать, надо поднять, поднять, саму себя заставлять делать. Ну, вот похоже, да, конечно же, ощущение, например, сравнивай себя с тобой же, но вчерашней. И то есть я, так как, я, которая пришла в компанию, и я сегодняшняя, это совершенно два разных человека. А разные они почему? Потому что у нас постоянно приходится изучать какую-то новую информацию и те новые направления, которых раньше ты, ну, не было повода туда засунуться, так скажем. То есть это постоянно какие-то книги новые по бизнесу, это книги по психологии, это новые люди, с которыми ты сталкиваешься, и тебе нужно заставлять, да, свои нейронные связи, да, искать какой-то повод, чтобы с этим человеком, чтобы он тебя услышал, да, способ вернее, чтобы он тебя услышал, то есть тебе нужно постоянно выходить из какой-то зоны комфорта, да, изучать те же самые работы с возражениями, изучать продукцию, изучать технический какой-то аспект автоматизации, то есть как вот это сделать, там, как картинку сделать, как программу установить, то есть то вот, куда раньше повода залезть, ну, вообще никакого не было. То есть развитие, то же самое интеллектуарно, вот как ты университет заканчиваешь, вот как ты со школы пришел, ничего не знал, а в конце ты с дипломом, выходит, ты уже специалист. Вот то же самое чему-то обучение, то есть кругозор настолько расширяется, ну, плюс возможности, которые ты получаешь, это, конечно, круто, то есть рост еще и личностный происходит, такой достаточно масштабный. Ну, супер, отлично, девочки, я в восхищении, вами, правда, вы такие большие молодцы, такие молодые, красивые мамочки. Вот, и то, что вы говорите, вещи, которые, ну, реально созвучны, да, я хоть и здесь, как бы такие неудачные примеры из бизнеса вам приводила, да, такие отмазки, скажем так. Вот, естественно, я прекрасно понимаю, что в нашем бизнесе, как, наверное, мало в каком другом, да, ты должен быть специалистом во многих отраслях, и та же психология, да, и та же там, не знаю, высшая математика, и простая арифметика, да, чтобы понимать конверсию, и самое главное, вот это вот ваша целеустремленность такая жизненная, и вообще сегодня День студентов, да, вот всех студентов, всех, кто хочет, может, желает учиться, конечно же, с Днем студента, с Татьяниным Днем, еще раз повторюсь, всех Танечек, Танюш, Татьян, там, не знаю, Татьян Ивановна, Алексеевна, Александр, с праздником, с этим, замечательным нашим, вот, Андрей просит практического совета по рекрутингу, я думаю, что практических советов девчонки надавали уже очень много, но если они еще есть, давайте от вас еще, как бы так, по финальному слову в этом эфире, потому что у нас осталось прям чуть-чуть, чтобы эфир не слетел, и чтобы все записалось. Практические советы по рекрутингу. Я могу так сказать, вот на своем опыте, здесь нужно пробовать разное, и искать, что подходит именно тебе, то есть здесь нету каких-то определенных советов, а каждый человек должен найти вот свою точку, в которой ему будет легче работать, то же самое, кому-то легче в онлайне, кому-то легче в теплом, здесь надо пробовать все и находить то, что подходит именно тебе. Да, согласна, как говорится, не попробуешь горького, не узнаешь сладкого, то есть ты пробуешь и то, и то, да, и находишь то, что откликается именно с тобой, так же, как и аудитория у каждого, целевая, своя, то есть люди разные к разным лидерам приходят, так и способы рекрутировали, тоже у каждого своей. Отлично. Ну, вообще, наверное, главное пожелание, да, как обычно у нас в бизнесе, иди и делай. Иди и делай. Именно это и работает. Так, пойдемте делать. Вот, запись, как всегда, будет у нас в чатах, да, у меня на аккаунте, так что забирайте, смотрите, пересматривайте, девочки, сердечно вас благодарю, вы огромные умницы. Вот, Лену с дебютом, с дебютным, да, Таню тоже с дебютом, вот, и меня тоже с дебютом, я пообщалась сегодня с многодетными мамочками, это здорово, круто, и еще более круто, что они вместе с нами в нашей команде, и если уж девчонки с такой занятостью могут все, а женщины вообще могут все, вот, то, конечно же, присоединяемся к рядам успешных, идем и делаем. Всех с праздником. Всех с праздником. Спасибо большое. Пока. Пока.